Торрендорисперидон 0,25 это одна четвертая 0,5 это одна вторая половинка таблетки Это было нужно для того, чтобы постепенно увеличить дозу респиридона Чтобы возвращать меня в адекватное состояние И я начинала чувствовать себя уже бодрой как минимум С чистым разумом Реально с чистым разумом Вот, и сейчас я достигла целой таблетки Мы начинали с половинки То есть одну четвертинку ела утром, одну четвертинку ела вечером И вот так вот постепенно, 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 постепенно В общем, дошла до целой таблетки Я думаю, мы еще будем увеличивать с врачом Флуоксетин Флуоксетин, ну все знают, что это успокоительное Это от панических приступов От мании преследования И он еще усиливает действие респиридона А респиридон, в свою очередь, усиливает действие флуоксетина И у меня еще есть вот такая вот прекрасная штучка Это фенорелоксан Это снотворное Изначально мне хотели прописать фенозипам, но я сказала, что не надо, но я же не буйная Вот, и мне такие, ну ладно, тогда фенорелоксан И пью я теперь фенорелоксан Засыпаю от него через где-то минут 20, может даже меньше, может даже через 15 минут Но его надо рассасывать И как оно получается, что идет так постепенно А не менее неба, оно приходит к зубам и после этого засыпает А еще у меня очень упало зрение Мне кажется, даже до минус 6 То есть если я попрошу у Кристофа очки, то они мне будут в самый раз А спонсор этого выпуска не могу это прочитать, потому что не уверена даже, что правильно написала Спасибо за донат Я куплю на него гирлянду, наконец Спасибо большое К врачу я в этот раз пошла сама, потому что мое состояние мне говорило, что либо ты идешь к врачу, либо ты накладываешь на себя руки и все Я подумала, что лучше уж сходить к врачу Собственно говоря, врач мне поставил шизофрению вялотекущую, она уже кататония И сказал, что там еще некоторые диагнозы, но они очень расплывчатые Вы извините, я щурюсь, потому что у меня тут свет стоит, и я не могу вот на свет так смотреть Решу проблему, может быть Ну, я не знаю, насколько так я буду вам нравиться В общем, я хочу еще, чтобы вы сказали мне по поводу моего заднего фона, так лучше, не лучше Вот Ну и, разумеется, досмотрели это видео до конца Потому что, ну, я хочу с вами еще потом в конце немножко пообщаться Вот, с чего началось мое состояние? Я даже не знаю, с какого момента это началось У меня была постоянная слабость, знаете, есть синдром Синдром постоянной усталости, хронической усталости Меня от него начали лечить с прошлого года И от депрессии начали лечить тоже с прошлого года Но это не сильно помогло А помогло то, что я просто сменила психотерапевта У тебя появляется хроническая усталость Ты просыпаешься, и у тебя есть ощущение, что ты живешь не в своем теле У тебя есть ощущение постоянного тумана перед глазами Ты чувствуешь, как ты тупеешь, что твой разум затуманен Вот, и, собственно, ничего хорошего из этого не получается Хочу, кстати, сразу некоторые, так сказать, легенды о шизофрении отмести Во-первых, шизофрения это болезнь, которая не только передается по наследству Но и болезнь приобретаемая То есть, если человек переживает какое-то очень сильное моральное потрясение И не может с ним справиться У него есть шанс заболеть шизофренией То есть, воздушно-капельным путем она не передается Шизофреники могут нормально сосуществовать с остальными здоровыми людьми Особенно если их состояние корректируется таблетками, как вот мое сейчас И я бы сказала, что это очень хорошо Потому что иначе не было бы шанса Как минимум у каждого сотого человека Это типа 1% от всего населения И это получается каждый сотый Вот, то есть, каждый сотый человек болен шизофренией И как много людей об этом не знают Наверное, я не смогу вот прям точно определить начало Именно временной отрезок начала Я помню просто, как у меня начинались галлюцинации Галлюцинации, которые меня сопровождали до нынешнего момента Они упоминались в стихах И это именно обращение к Нае Стих Сегодня ко мне пришел дьявол То есть, если вы зайдете в мою старую группу со стихами То вы, в принципе, проследите, как и что там шло Не понимаю, почему некоторые люди так и не поняли до этого момента, что со мной Опять же, я хочу скорректировать свое состояние Потому что у меня есть вот эта штука Перескакивание с мысли на мысль Я думаю, вы ее тоже заметили И у обычного, у нормального человека Который ничем не болен Этого быть не должно По крайней мере, я так думаю Я не знаю, какое состояние нормальное Но, в принципе, я сейчас думаю максимально к этому приближенно То есть, я жила всю жизнь С дикой-дикой усталостью Взяла академический отпуск у себя в универе Чтобы полечиться немножко Мне надо было сделать парочку операций И думала, что в процессе вот этого вот академического отпуска То есть, свободное время, которое я использую для отдыха, для саморазвития Для какого-то свершения, не знаю, какого-то начинания А в результате получилось то, что я просто лежала И лишний раз не могла встать Правда, пару раз устраивалась на работу Но, мне кажется, вы знаете, что из этого вышло Я рассказывала Или еще нет Если нет, то пишите Хотите ли вы услышать об этом рассказ Или нет Потому что, ну Тем для видео должна быть Я вам расскажу сейчас немножко про ощущения, которые Про ощущения, которые были, когда я только начала прием таблеток Потому что это очень многих может пугать Изначально врач назначает экспериментальный курс Если у вас есть какие-то лекарства, которые из этого курса вам уже подошли У меня, например, это флоксетин То это хорошо Потому что есть от чего отталкиваться Выписывают вам это лекарство Плюс выписывают вам экспериментальное лекарство Ну, которое экспериментальное для вас А не на рынке экспериментальное Потому что, ну, непонятно, как ваш организм на него отреагирует И желательно три дня никуда не выходить Ну, где-то три-четыре дня приема никуда не выходить Потому что, ну, я так делала Из-за того, что я принимаю лекарства И меня начинают размазывать Так размазывать по планете Пыталась принять целую Это на третий день На третий день приема Но проснулась с дикой головной болью Еще не могла уснуть Два раза принимала целую Ничего хорошего из этого не вышло То есть Либо состояние, что тебя размазывают по планете Ты находишься в каком-то мультике У тебя начинает двоиться в глазах И падает зрение Либо ты не можешь заснуть И болит голова Ну, вот, в общем, что-то в этом Даже сейчас я, в принципе, все еще не могу Грамотно, качественно сформулировать мысль Однако это у меня получается уже гораздо лучше Чем до этого И теперь я думаю, что буду вести еще что-то типа Дневника Ну, типа, будет больше влогов на канале И я надеюсь, что вы меня в этом поддержите Потому что, ну, у меня больше никого нет Кроме вас и сестер С сестрами я общаюсь довольно редко Ну, еще Кристин, конечно, да Вот Как бы все равно не особо понятно Получается у меня эта история Почему я пошла К врачу из-за чего Что я ему начала рассказывать Хочу сказать лишь одно Если у этого видео все-таки должна быть какая-то Подложка Типа мораль какая-то, мораль Если ты душевно болен, этим гордиться нельзя Но и нельзя высмеивать тех, кто душевно болен Потому что это не привилегия И не обыденность Хотя обыденность в каком-то плане тоже Но по большей части это беда И человек должен с ней жить И пару лет назад Мне начали лечить от депрессии Просто потому, что я не говорила Что у меня есть слуховые визуальные галлюцинации Извините, все еще не могу выговорить нормально Вот После таблеток мне становится действительно легче Я понимаю, как начинаю Я наконец-то понимаю, как чувствуют себя люди Которые живут вокруг меня Которые здоровы Это очень-очень здорово Не чувствовать, что на тебе какой-то постоянный груз Как будто в тебя что-то вросло И ты носишь с собой просто кирпичи Постоянно И это очень тяжело Как будто по ночам ты разгружаешь вагоны Я пью лекарства И вот это все уходит Я просто, я понимаю Столько сил у меня не было никогда Вообще никогда И хорошо, что я начала лечиться сейчас То есть сейчас пошла к врачу Потому что Если бы я, наверное, подождала бы еще пару лет То вот это вот состояние задолбанности Оно, скорее всего, бы увеличилось Что ж, ладно Я, пожалуй, закончу на этом свой видеоролик И очень-очень хочу, чтобы вы написали под этим видео Или на АСК Как вы любите мне какие-нибудь вопросики Под этим видео вопросики Именно по поводу того, что я сказала в этом видео Потому что, я думаю, я не все рассказала И у вас будут появляться какие-то вопросы На которые вы хотите услышать ответы Также я напоминаю про голосование с конкурсом Мне осталось собрать 5 голосов Ребят, серьезно 5 голосов И мы разыгрываем либо вот эту голову Могу сейчас даже показать подетальнее Типа я ее еще немножко протру Вот, либо будем разыгрывать минеральные тени Которые я сделаю сама Специально для этого конкурса Они также есть в группе с косметикой А это уже есть в группе ВКонтакте Так что вступайте Если с моим каналом что-то случится То, пожалуйста, вступите в группу ВКонтакте И оттуда вы будете узнавать что, как, почему и зачем И если со мной что-то случится То там обязательно тоже об этом будет упомянуто А вам большое спасибо за просмотр этого видео Возможно, я не дала вам полной картины того, что со мной происходит Я просто хотела поделиться тем, что мне лучше Что я, наверное, смогу в ближайшее время сделать что-нибудь интересное Особенно с чьей-нибудь подачки То, что я уже не чувствую, конечно, каждый день Ну Просто задолбанность Усталость Сильную, дикую усталость И мои мысли уже Более скооперированные В общем, спасибо большое за просмотр Если вы поставите лайки, я буду очень рада Если вы поставите дизлайк, ну, значит, вам так нужно, наверное И всем спасибо за просмотр Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»